Туя Дегрод Спайр, очень узенькая. Сняла с нее тоже череночки. Следующий пациент это Дегрод Спайр. Одна из моих самых любимых. Также с плоской кучерявой Хвоей. Хвоей. Люблю ее. Видимо, она стала входить в моду, потому что она очень узенькая. Ее можно воткнуть куда хотите. Поэтому она и растет быстро. В различии от сматлика она растет быстро. Есть поврежденные морозцем, так сказать, с апрела или что-то. Она еще не очень отошла от зимы. Я ее подвязывала, ее уронила снегом. Видите, я беру и без пяточки. В принципе, тоже приживаются. Бывают выпадают чуть больше, чем с пяткой. Но зато нужно, вот я ее обрезала, еще и здесь будет череночек. Будет ли? Ну, в этот год у меня все как-то хорошо прижилось, не знаю. Хотя зима была очень дурацкая, много снежная. Потом стало тепло. Они дали приросты. Они дали прирост, ребят. Эти приросты в минус 6 в мае просто замерзли. Я тут, наверное, выкинула тот черенок. Мне пришлось ее встречи обстригать. Но она не подвержена шишкованию. Она очень красивая в этом плане. А если вы думаете, что я тут все скоблю, то нет. Видите, вот когда начинаешь что-то обрывать, да, все равно получается видеть что-то типа скобления тут. Можно без скобления обойтись. Нужно даже укоротить этот черенок, потому что он длинноват. Тут достаточно деревянной части и зелени. Не забывайте подписывать.